Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция И сегодня у нас очередной обзор средств против нагара и жира HG Кухня Чистящее средство для духовки, гриля и барбекю Быстрота и легкость применения сделана в Нидерландах Погнали! А тестировать мы это средство будем вот на таком вот грязнющем противне, сетке и заляпанной духовке Инструкция по применению данного средства довольно таки простая Необходимо нагреть духовой шкаф, противень и сетку до 30 градусов Нанести средство и оставить на 5-7 минут, покиснуть Потом промыть горячей водой с губкой несколько раз И если результат не достигнут, все повторить Ну и давайте приступим, установим наши противни в духовку Разогреваться Ну вот дорогие друзья, наш противень слегка нагрелся Давайте посмотрим его температуру 44 43 градуса Давайте вскроем наше средство Немножко взболтыхнем И будем прямо вот так вот наносить Средство пенное, как вы видите Давайте вот так, не будем жалеть Посмотрите, буквально за считанные секунды С решетки начала капать грязная жижа Подождем 5-7 минут Начнем чистить и посмотрим, что у нас из этого получилось В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист Где может протестировали более 20 видов средств против нагара и жира Также мы проверили, чем отбелить полотенце Очистить чайники и пробить утюги Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии Ты нам этим очень поможешь Обязательно оденем перчатки, так как средство может с легкостью повредить наши руки Все, возьмем щетку и приступим к очищению нашего противня Пока ничего не понятно Теперь возьмем губку и попробуем обычной губкой почистить Смотрите, что у нас получилось после первого применения Это просто шок Теперь я предлагаю произвести еще один эксперимент Сейчас мы нагреем этот противень до 100 градусов И добавим это чистящее средство совсем на горячую И посмотрим, что у нас из этого получится Погнали! Так, а пока нагревается наш противень во второй раз Мы с вами попробуем почистить нашу решетку Решетку чистить довольно-таки трудно Потому что не на каждый прутик, да, так сказать Из-за этого некоторые хорошо очищаются, некоторые плохо Но в общем и целом Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас получилось Ну вот, дорогие друзья, посмотрите, где вот средство попадало Там жир счистился, вот где оно капельками скапливалось Там все хорошо, все очистилось Железка нержавейка целая А где оно, к сожалению, не попало Там остался вот такой вот налет Но этот налет легко счищается Даже, допустим, обычным ножиком Все это можно легко и просто Либо железной губкой все это очистить Это вообще не проблема Давайте попробуем в прямом эфире, допустим, очистить вот эту вот часть И протрем ее просто губкой Просто идеальная белизна То есть для хорошей очистки этот железный противень Нужно как-то опустить в средство и залить его целиком То есть для решетки это сделать, в принципе, очень сложно Лучший вариант это вот так вот нанести Небольшое количество на обычную губку И просто вот так вот брать и тереть Так, ну вот, дорогие друзья, противень нагрелся у нас второй раз До температуры 70-80-85 И нанесем средство во второй раз уже на более горячий противень Не будем наносить на чистые места Не вижу смысла И оставим покиснуть еще на 5 минут Ну вот, дорогие друзья, пока киснет наш противень Мы решили нанести средство на нашу духовку Сейчас она чуть-чуть подостынет 70-70-50 Все, наносим наше средство Посмотрите, как быстро идет эффект То есть уже, уже все коричневое, все смывается, весь жир Прошло у нас еще 7 минут Давайте попробуем дочистить уже окончательно Ну вот, что у нас с вами получилось Спустя два применения, два нагрева и два очищения Какие-то, конечно, места я тут не дотер Но, тем не менее, средство идеально очищает Пригоревший наклепка противень Посмотрите С учетом того, что средство белого разлагаемое Я считаю, это прекрасный результат Следующий этап, это очищение нашего духового шкафа Здесь прошло как раз-таки 7 минут Даже чуть больше Сейчас мы с вами попробуем и так вот щеткой все Посмотрите, какая грязнючая вода Я предлагаю снять резинку Чтобы отмыть ее отдельно Резинка снимается очень просто Здесь вот такие вот защелки есть металлические Я думаю, так делается на каждой плите Следующий этап, очистка задней поверхности Вот так вот, с щеточкой мы с вами все это Также мы с вами снимем вот эти боковые части Покажу еще раз То есть приподнимаем кверху Вытаскиваем на себя И там снимаем Промакиваем губку в нашем средстве Которое здесь стекло И начинаем прям вот так вот очищать все Что есть сил И как сказано в инструкции После глубокого очищения Мы с вами берем ведерко с водой Посмотрите, сколько грязи Посмотрите, какая вода желтая И вот так вот собираем всю грязь И промываем ведре Ну все, сейчас мы домоем нашу духовку И покажем вам готовый результат Всех наших трудов И вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился Со средством HD Чистящее средство для духовок, гриля и барбекю Посмотрите, какой результат Мы достигли Посмотрите, идеально чистый противень Просто обалденно С двух раз отмылось все вообще Все, что пригорело на нем Было идеально очищено Также внутренние части Духовки На которых крепится Противень Тоже блестят Все идеально чисто Посмотрите, насколько очистилась вся духовка Вообще идеальная белизна Здесь были черные пятна Пригоревшие Посмотрите, какая чистота И вот такой интересный тест-обзор Сегодня у нас получился Средство чистящее HD Для духовок, грилей и барбекю Показалось себя с хорошей стороны Средство немного дорогое Продается в магазине ОК И чистит на 5 с плюсом Подписывайся на канал Ставь лайки И пиши комментарии И в следующих видео Ты увидишь еще что-то интересное Что сэкономит твой бюджет Пока Пока